Всем привет! Друзья, добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами очередные ночные посиделки. На заднем плане вы можете увидеть прекрасный букет цветов. Наконец-то я решила записать видео об ароматах клонов. Очень многие просили, очень многие ждут. Мне самой было интересно сделать такую подборку. Здесь будут исключительно ароматы, которые являются моими парфюмами. Некоторые будут в отливантах или в пробниках, к сожалению или к счастью. У меня нет полноценных флаконов тех или иных ароматов. Еще момент. Я не хочу этим видео показать вам абсолютно идентичные парфюмы. Ни в коем случае. Возможно, они даже не взаимозаменяемые. Но что-то общее между ними есть. Или они стоят как-то вот равноценно, да, по звучанию во всяком случае. В общем-то, давайте начнем и по ходу дела будем разбираться, так скажем. Ну, первые два аромата, которые сразу пришли мне в голову, когда я об этом подумала. Это, конечно же, Армав, Клаб Денуит. Это не один блогер говорил о том, что они очень похожи. Это Клаб Денуит Армав и Том Форд Нуар Денуар, который у меня в очень странном отливанте. Я его быстро выкажу. Вот в таком шприце. У меня здесь Том Форд Нуар Денуар. Нет у меня флакона. Это Мариночка мне высылала отливанте. Некоторые были вот в таких видах. Ничего страшного, парфманьяки поймут. Так вот, ароматы действительно очень похожи. Когда я впервые нанесла вот этот аромат на свою кожу, я поняла, что... Ну вот прям стопроцентное попадание, по крайней мере, на старте. На старте они безумно похожи. Потом, как правило, наверное, как водится у немного таких дешевых или бюджетных, скажем так, ароматов, есть некая такая дешевая нотка. Но это если, знаете, принюхиваться, придираться и так далее. В целом, Армав Клаб Денуит мне очень нравится. Я сначала не знала, нравится он мне или нет. Я не могла как-то понять для себя, да, купила и купила. Но он мне очень нравится. Я вот сейчас зимой его активно прям ношу и получаю огромное удовольствие от ношения этого аромата. Это прекрасные роза, это шафран, это пачули, которые уходят в шоколад в базе. И, в общем-то, замечательный аромат. Действительно, очень похож с Томом Фордом Нуар Денуар. Конечно, здесь у Тома Форда все намного побогаче. Но, вы знаете, я когда вообще впервые тестировала Тома Форда, вот этот именно аромат Нуар Денуар, у меня, к сожалению, нет ни одного полноценного флакона вот этого бренда. Тома Форда, не знаю, не представлен у нас этот бренд в магазинах. Не надо, в общем-то, знакомиться, пробить, потому что бренд не дешевый. Покупать слепую нет никакого желания. Но, когда я протестировала вот этот аромат, я вот для себя просто подумала. И, кстати, озвучивала это тоже в видео. Вот если бы вот этот Том Форда Нуар Денуар залили в что-нибудь попроще, в бутылек не Тома Форда, да, скажем, а что-нибудь люксовое там и так дальше, вызывал бы он такой трепетый ажиотаж. Сейчас уже прошел ажиотаж вокруг этого аромата, тем не менее. Наверное, у всех блогеров есть этот парфюм, кроме меня, вот у меня в таком вот отливайте. Но не знаю, не знаю, мне кажется, что вполне достаточно вот этого аромата, аромат, да, если вы на бюджете. Если вы на бюджете, конечно, обладать флакончиком Тома Форда, это, ну, как бальзам на душу, но я думаю, что вот этот аромат вполне себе может заменить Нуар Денуар. Мне надо не так долго вам рассказывать, иначе это видео будет просто очень длинным, потому что парфюмов много. Следующий аромат, и опять полноценный мой флакон от Леванты, опять-таки от Марины, это Ливинг от Лалик и Жозе Айзенберг. Эти два аромата очень похожи на мой нос. Опять-таки, все здесь достаточно субъективно, как вы понимаете, потому что я говорю чисто свои впечатления. Итак, Ливинг от Лалик, он мягче, здесь больше лаванды. Жозе Айзенберг также лавандовый, и он немного жестче, по крайней мере на старте. Вот Жозе Айзенберг, он на старте жестче, затем он затихает, немного так усаживается на коже, и очень красиво шлифит. Тоже такой ветиверный какой-то лаванды. Ну, в общем-то, для меня, хотя многие говорят, что они не похожи, но для меня, вот они где-то совсем близко и рядом, они достаточно похожи между собой. Поэтому вот так. Конечно, Жозе будет немного подороже, или даже не немного. Ливинг от Лалик достаточно бюджетный, ну, относительно недорогой бренд в целом, Лалик. Дальше, следующие два аромата, которые на мой нос, ну, просто очень похожи, это Энкор Нуар от Лалик и Вандервуд от Ком де Гарсон. Вот такие вот два. Вот такие вот из-за лапан, они такие глянцевые, ну. Ой, ну красота. Но все-таки вот этот будет помягче. Вот этот будет помягче, он повеселее, что ли, Вандервуд, хотя они, ну, они безумно похожи. Здесь тот же ветивер, та же сырость, пеньки и так дальше. Но Энкор Нуар все-таки более грустный, что ли, аромат. Вот этот немного веселее, но в целом они очень похожи. Вандервуд Ком де Гарсон Энкор Нуар от Лалик. Дальше, следующий, следующая, значит, пара. Это вот такой аромат, который я купила вслепую. Это Swiss Arabian Oud называется. Многие на фрагрантике сравнивали этот аромат с ланкомовским Oud букетом. И опять-таки, Oud букет у меня вот он где. Когда я его открыла и впервые нанесла на свою кожу, мне так не показалось. Он мне показался очень странным. И я даже немного расстроилась, что купила этот аромат слепую. Но сейчас он мне нравится. Он постоял, может, месяц, может, полтора. И он действительно напомнил мне Oud букет. Конечно, это опять-таки не стопроцентное попадание. Oud букет более интересный, мне кажется. Но вот этот, здесь, наверное, больше уда, а у ланкома больше все-таки сладости, как по мне. Но вот здесь уд, он не противный в Swiss Arabian. Он совершенно не противный, не медицинский. Он очень приятный. Аромат очень насыщенный. Он шлейфовый, он стойкий, он красивый. Я его сейчас активно ношу и радуюсь, что я его все-таки купила. Вы знаете, да, не жалею. Сначала я не поняла, но вот сейчас прямо очень даже мне заходит. И мне вот почему-то кажется, что летом это будет просто вау. Как ни странно. Oud букет. Здесь больше сладостей, как по мне, больше какого-то шоколада, что-то такое или какой-то карамели. Здесь чуть больше уда, но в целом, как я уже сказала, не очень похожи. Следующая пара это Рассоюности от Estee Lauder и Опиум от Yves Saint Laurent. Очень похожи. Парфюмы, правда, Опиум у меня, конечно же, новодельный. И опять-таки, Рассоюности. Вот не зря она Рассоюности называется, потому что она очень юная. Если вот их сравнивать, то вот этот такой уже зрелый, зрелый, в общем-то, парфюм, зрелый такой, он статусный, что ли, а вот это более такой девчачий, что ли, ну вот юный аромат. Хотя, вот если вообще не сравнивать, отдельно их брать, он достаточно сложный, такой тоже ладан и смолистый, все как в Опиуме, ну просто очень похоже, вот прямо очень. Как я уже сказала, различия у них, вот если прям сравнивать, вот как я, из крышки один и второй, то этот будет более взрослый, более статусный, этот будет более такой девчачий, что ли. Но я не думаю, что девчата в наше время захотят носить Рассоюности, если честно, это просто ликер, бальзамный какой-то, явно не для молодых девушек, но вот в целом, если сравнивать, если сравнивать, вот это взрослый, вот это более юный, но похоже, они просто колоссально похожи, очень похожи. Так, дальше и дальше, опять-таки, полноценный флакон и пробник, это у нас Серж Лютен Белая Замша и Ботега Вен, это вот это классическое у меня в пробнике, я снимала тоже обзор на этот аромат, они очень похожи и если выбирать, то я выбираю вот этот аромат, но ой, класс, какой же он классный, знаете, я раньше, вот как только я его купила, я его не поняла, он мне так кислил, я просто не могла его вывозить, а сейчас, спустя вот где-то полгода, как он у меня, я слышу здесь наконец-то вот абрикосы, что-то такое мягкое, потрясающий аромат, и все-таки я думаю, что мне нужен также и вот этот, это красивый шипр, он такой замшевый тоже, он достаточно тихий, если честно, он достаточно такой близко сидящий к коже, в целом, опла, в целом они очень похожи, вот этот мне кажется более такой послаще что-либо, ну вот здесь явные абрикосы, они есть, но как бы да, ароматы, ну не то чтобы клоны, но похожи однозначно, очень похожи, наверное, замшей вот этой, да, так, идем дальше, чтобы я здесь не запуталась, великий и ужасный Лавиабель и Антонио Бандерас, вот такой фланкер секрета знаменитого, это темпатейшн, если я правильно произношу, не знаю, опять-таки, они не клоны, но они очень похожи, они похожи по чулями, мне кажется, но все-таки Лавиабель, если можно так сказать, он более благородный, опять-таки, статусный, ну вот он, он очень красивый, он очень шлейфовый, он такой женственный, очень, вот этот более такой напористый, он тоже, кстати, очень стойкий, очень шлейфовый, этот аромат может легко задушить кого угодно, с ним надо прям знать меру, точно так же, как с Ланкомовским, вот этим Лавиабель, у меня, кстати, парфюмированная вода, самая первая, остальные, как-то руки не доходят у меня все это послушать, переслушать, я знаю, что там много фланкеров вышло, но я с ним не слегка, вот, в общем-то, да, вот эти два аромата на мой нос очень похожи, они в одном ключе, этот более выточенный, скажем так, вычищенный, более, ну, благородный, если можно так сказать, и вот этот чуть более грубоват, но тем не менее, вот прям очень похожий, следующая парочка, опять, пробник и полноценный флакон, это Валентина Пудре, и отливант, который мне выслала, Елена из России, это Гипюр, Гипюр, тоже я снимала видео отдельное об этих отливантах, рассказывала вам, вот, с первого занюха, они мне прям так похожи, но на самом деле Валентина все-таки она острее, она пудровей, она жестче и более агрессивней, вот этот, он такой мягкий, миндально-пудровый, многие говорят на фрагрантике, что он похож на Гипнотик Пуазон в туалетной воде, мне так не показалось, потому что Гипнотик в туалетной воде для меня там очень активный кокос, я слышу там также туберозу, для меня это не самая любимый аромат, а вот этот Гипюр мне прям понравился, он очень бюджетных денег стоит, для меня все-таки он ближе с Валентино Пудре, хотя различия как бы есть, конечно, но напоминает, вот в одном они направлении, скажем так. Идем дальше, и дальше у нас Black Opium, вот такая миниатюрка у меня, это классическая парфюмированная вода, самая первая, и Zara Gardenia, вот такая Zara Gardenia, вот эти два аромата, безумно похожие, тоже в каком-то видео я о них рассказывала, вы знаете, я вот эту Zara, я ее купила практически вслепую, я ее в магазине так послушала, но вы знаете, в Zara там такие запахи, что сложно что-то разобрать, и когда дома я уже нанесла его на кожу, я подумала, что же мне так напоминает, я почему-то думала, что он будет, вот Gardenia, да, что-то такое, там летнее, цветочное, вот я его покупала летом, еще такой флакон, какой-то прозрачный, зеленый, но это вообще клон, просто клон, черного вот этого Black Opium, это сладко, это насыщенно, это густо, это плотно, аромат достаточно шлейфовый и стойкий, это очень бюджетно, и это очень похоже на Ивсенбуран, да, на Ивсенбуран, вот, дальше, следующее, друзья, это, я когда-то снимала, вот как только завела свой канал, снимала, рассказывала об этих ароматах, у меня два аромата от этого бренда, это бренд Larive, очень такой бюджетный бренд, польский, аромат называется Inwoman, он есть у нас на мейкапе представлен, я его покупала в локальном магазине, он мне очень напомнил, кстати, флакончиком тоже, вот этим In прям очень напоминает, Armani C, Armani C у меня есть в пробниках, и ни в одном пробнике, это вообще новый еще даже не открывался, да, похоже, и вы знаете, вот я была в театре недавно, и сидела женщина, которая была надушена именно вот этим ароматом, то есть, различия, ну, не каждый, но можно уловить, но не очень похоже, действительно, здесь также заявлен, я слышу здесь лист, лист черной смородины, я слышу здесь ваниль, этот аромат не заслащивается так сильно, он не уходит в отвратительную такую сладость, благодаря вот именно листочку смородины, одним словом, друзья, вот прям очень похоже, да, это вообще очень, это крайне бюджетный парфюм, если вам нравится Armani C, но он вам не по карману, попробуйте вот этот, и он достаточно хороший, вот флакончик у него нормальный, это не прям какое-то совсем что-то дешевое, вот обыкновенное хорошее стекло, хороший пульвик здесь, аромат звучит очень хорошо, я его даже, вот посмотрите, сколько сносила, он мне даже нравится, прям он, для меня он стал абсолютной заменой Armani C, я совершенно не смотрю в сторону Armani C, не хочу его покупать, для меня вот прямо достаточно, дальше, дальше Chanel номер 5, я долго думала, какой же сюда выбрать аромат клон, если можно так сказать, клон, не клон, но у меня был выбор между Красной и Москвой, да, они похожи, они в одном направлении, это правда, можно сравнить, но я выбрала, сегодня для него вот этот аромат, этот аромат купил мне муж на блошином рынке, я уже рассказывала, это бренд Котти, по-моему, называется, Leimond Paris, что-то такое, ну вот посмотрите, посмотрите, это, это звончие, это очень красивые альдегиды, они такие звонкие, звонкие, прям, я не знаю, это впервые, у меня альдегиды ассоциируются с чем-то таким звонким, обычно альдегиды для меня, достаточно сложная нота, но они очень похожи, пятерка, конечно, будет, ну, это шедевр для меня, это шедевр, но вот это тоже, это очень красиво, это очень хорошо, это очень женственно, это крайне бюджетно, и просто похоже, да, дальше, очередной пробник и полноценный флакон, это Zinters, вот такой вот он, аромат, высылала мне его подписчица, Voile Leger, наверное, так правильно произнести, когда я впервые его вдохнула, он мне сразу, моментально напомнил, Эльвина от Mugler, вот он у меня здесь в пробничке, вот такой неверный, в общем-то, поверьте мне, что это Эльвина, они очень похожи, они очень похожи, и вот этот аромат, он очень хороший, знаете, вот он, для меня он полностью заменяет Эльвина, если честно, я очень долго хотела иметь Эльвина у себя в коллекции, хотя бы тридцатку, но я понимаю, что это просто бронеубойно, и раз уж мне достался вот такой замечательный флакон, в таком огромном объеме, то как бы зачем мне Эльвина, пока что у меня эта хотелка вообще отпала, так как для меня они просто взаимозаменяемые, очень похожи, дальше следующие два, это Marema от Paolo Terrensie, от Tiziana Terrensie, и Fon Ford черной орхидеи, на самом деле они не похожи прям уж так, иначе бы я просто не купила Marema, но я тоже уже говорила о том, что Marema, это младшая сестренка черной орхидеи, черная орхидея для меня была и остается черной вдовой, это похоронный процесс, это подвалы, грибы и так дальше, но у меня, кстати, туалетная вода, выстоянная, уже выстоянная, и должна сказать, что сейчас она мне нравится намного больше, я вдыхаю, и мне нормально, раньше я подносила его к носу, и прям меня воротило, я не могла ничего с собой поделать, я просто ненавидела черную орхидею, сейчас вообще норм, но я никогда не куплю этот аромат в полноценном флаконе, для меня вот это Marema, это красота, это очень веселая черная орхидея, если можно так сказать, черная орхидея, это такой грустный аромат, он как-то вгоняет аж в такое состояние какое-то депрессивное, вот этот аромат, наоборот, он очень веселый, классный, он безумно шлейф, безумно стойкий, ну красивущий, очень мне нравится эта Marema, свет сегодня странный, поэтому засвечивает, вот это мне не нравится, но я могу его переваривать, я уже даже прихожу к такому пониманию, что надо бы мне ее на себя нанести, раньше я даже не думала об этом, потому что я, мне казалось, это не вывезу просто, дальше, следующая парочка, Amber Sultan и Just Essence Explore, вот этот вот оранжевый, у меня есть отдельное видео, я сравнивала вот эти два аромата, в отдельном видео, они действительно очень похожи, здесь у меня, у Amber Sultan очень тяжело крышка снимается, вот этот, он пожестче, здесь Amber такая пожестче, колкая, такая сомолистая, вот этот чуть мягче, ой, класс, ну это настолько бюджетно, я не знаю, ой, я не помню, за сколько я его купила, ну очень дешево, и сейчас, я уже говорила, что, нигде не вижу, у нас в Украине, нигде не вижу, вот этот именно оранжевый, я бы с радостью купила, еще парочку вот таких, за те деньги, которые я за них платила, это просто смешно, тем более, он очень похож, на вот этот шедевр, я считаю, от Серджи Лютена, Amber Sultan, очень похож, а дальше, тоже у меня есть отдельное видео, еще на заре, моего, открытия моего канала, это, Coco Mademoiselle, и опять-таки, от Larif, это, Madame Isabelle, по-моему, так, очень похожа, вы знаете, я когда в магазине, впервые, вот этот аромат, нанесла на блотер, я просто была в шоке, я до этого, вообще, наверное, не знала, что можно делать ароматы, клоуны, до этого, этого не знала, я не понимала, как может аромат быть так похож на другой, пока я не вдохнула, вот этот парфюм, он мне так напомнен, Mademoiselle, я была просто в ступоре, я пришла домой с этим блотером, и начала сравнивать с Mademoiselle, в итоге, я себе купила, конечно, вот эту Mademoiselle, но здесь крышка совсем плохая, вот у того другого, который на Armani AC похож, намного лучше флакон, здесь такой пульвик, не очень мне нравится, но он хорошо брызгает, все с ним хорошо, вот эта крышка просто ужасная, но, ну как же они похожи, вот это, вот это просто не женятина, понимаете, ну вот это, вот это дорого-богато, вот это прекрасный женственный шлейф, я не знаю, почему некоторым женщинам не нравится Coco Mademoiselle, это шикарный аромат, он нравится, наверное, всем мужчинам, я уже говорила, что Coco Mademoiselle, это самый комплиментарный аромат в моей коллекции, его невозможно не заметить, он крутой, это просто, это шик, вот, вот этот аромат точно так же, он очень стойкий, стойка здесь часов в 9, ведь он очень шлейфовый, он такой почульный, он очень похож на Mademoiselle, да, конечно, если вы там супер парфманьяк, у вас супер прокачанный нос, то это ни в какие ворота не залезет, но если вы обычный человек, поверьте, вот это вот прям очень вам заменит, какую Mademoiselle, если вы на бюджете, вот я была у своей мамы, она нанесла вот этот аромат, я сидела на кухне, я еще подумала, она где-то ходила в коридор, еще подумала, откуда у нее Mademoiselle, у меня же вроде нет этого аромата, то я вспомнила, что у нее есть вот это, то есть в шлейфе, он очень напоминает, как у Mademoiselle, поэтому да, мат очень похожий, так, еще одни похожие, это Laudano Nero, и вот такой вот у меня был пробник, в общем-то, тоже подписчица, это Black Afghanu от Nassumato, да, они похожи, это не клоны, это, конечно, не клоны, но они реально похожи, вот этот грубее, но это на старте, он потом в базе, достаточно сладкий, вот этот сразу не сладкий, вот Black Afghanu, знаете, у меня есть подделка, я когда-то по глупости купила подделку, думала, что оригинал, но на самом деле это была подделка, он такой, он действительно пахнет конопляным листочком, поверьте мне, я знаю, как пахнет конопляные листочки, я знаю, как пахнет зернышки конопли, я жила у бабушки в деревне, в селе, там эти конопли росли, и они из этих зернышек что-то там варили, вот оно очень-то, очень напоминает именно Black Afghanu, поэтому он такой, знаете, какой-то алкогольный, что ли, сладкодымный, а вот это, вот это то же самое, он тоже дымный, он тоже сладкий, он тоже алкогольный, они, опять-таки, это не клоуны, но это очень похожий аромат, они похожи друг на друга, да, так, ну и последний, наверное, стоит упомянуть, они у меня опять-таки в пробниках, это Jean Couture, Jean Couture, Кориандр, я думаю, многие знают этот аромат, это классический такой зеленый мшистый шипр, и Суар-де-Лун, возможно, их глупо сравнивать, но, тем не менее, тем не менее, они похожи, они действительно похожи, да, Суар-де-Лун, это легенда, это прекрасный, замечательный шипр, он очень женственный, он безумно хвостат, такой шлейф, такие отливантые пробники, Кориандр попроще и пожестче, но, тем не менее, они похожи, отрицать это глупо, они действительно похожи, все, друзья, по-моему, я ничего не забыла, я даже записала в блокнотик, чтобы ничего не забыть, все, что приходило мне в голову, я все пересматриваю, надеюсь, я ничего не забыла, вот, если вы знаете клоны или похожий друг на друга аромат, обязательно пишите в комментариях, и мне, и моим зрителям будет очень интересно и полезно узнать, какие еще есть клоны, особенно, если они бюджетные, так это просто, это же хорошо, все, друзья, спасибо вам за просмотр и всем пока.